Следующий вопрос. Диамагнетики, парамагнетики, феромагнетики, антиферомагнетики, ферримагнетики. Это вопрос о классификации твердых тел по их магнитным свойствам. Мы для конкретности начнем с диэлектриков, с веществ, в которых нет свободных электронов. Есть кристаллическая решетка диэлектрика. Здесь для примера и для наглядности приведен один из классических антиферримагнетиков, марганец-фтор-2. В нем есть атомы двух сортов, атомы марганца и атома фтора. Марганец-2+, отдает два электрона двум атомам фтора, которые забирают себе каждый по электрону. Фтор-галоген, у него всего одно место оставалось свободным на P-орбитале. Получив еще один электрон от марганца при образовании связи с этим атомом, фтор становится атомом с полностью заполненной оболочкой. Поэтому полный спин этого атома, полный момент импульса этого атома равен нулю. И атом фтора, ион фтора, оказывается совершенно выключен из любых взаимодействий с магнитным полем. Он оказывается в немагнитном состоянии. А вот марганец-2+, оказывается в S-состоянии с полным спином 5 вторых. И при приложении магнитного поля, ион марганца откликнется на это поле. Магнитное поле снимет вырождение по проекции спина и возникнет в парамагнитной фазе на магничестве этого кристалла, который можно изучать. Вот это вот наглядный пример, как в диэлектрическом кристалле проявляются магнитные свойства. Классификация этих кристаллов идет последовательно. И первый вопрос, на который нужно себе ответить, если мы рассматриваем какой-то кристалл диэлектрика в контексте его магнитных свойств, это есть ли в этом кристалле ион с ненулевым полным моментом. Если таких ионов нет, полный момент всех ионов равен нулю, и магнитное поле никак на состояние этих ионов не действует. С одной оговоркой, которую мы рассмотрим чуть позже. То есть эти ионы не подмагничиваются магнитным полем. Это вещество оказывается диамагнетиком. Природу диамагентизма рассмотрим чуть позже. Если такие ионы есть, как на примере марганца-2, это ионы марганца, возникает второй вопрос. Возникает ли регулярная структура атомных магнитных моментов в этом кристалле? Если не возникает, если атомные магнитные моменты хаотически разупорядочены, то это парамагнетик. Если возникает какая-то регулярная структура, опять конкретный пример рассмотрим чуть позже, то это магнитно-упорядоченные состояния, которые бывают ферромагнетиками, ферримагнетиками и антиферромагнетиками. Теперь давайте эти разновидности магнитных состояний рассмотрим чуть подробнее. Начнем с парамагнетик. Парамагнетик — это неупорядоченное состояние в магнитном смысле, поэтому взаимодействие магнитных ионов друг с другом несущественно, и мы можем рассмотреть упрощенную модель. Мы будем считать, что ионы, обладающие ненулевым магнитным моментом, не взаимодействуют друг с другом. То есть мы можем рассматривать всего один ион, а про другие не думать вовсе. Чтобы еще более упростить себя задачу, рассмотрим ион, который находится в S-состоянии, обладает спином 1,2. То есть у него есть всего два состояния по проекции спина. SZ равно плюс 1,2 и SZ равно минус 1,2. При помещении в магнитное поле возникает зимановское взаимодействие с магнитным полем с известным нам склонатом механикой Геммутняном минус G-магнитного набора H на SZ. Действие магнитного поля приводит к тому, что в нулевом поле вырожденный уровень, вырожденный по проекции спина, в нулевом поле SZ равно плюс 1,2 и минус 1,2 имеют одну и ту же энергию. При приложении магнитного поля эти уровни разъезжаются. Состояние с проекцией спина на направлении поля плюс 1,2 оказывается с низкой энергией, это состояние выгодно. Состояние с проекцией спины на магнитное поле минус 1,2 оказывается с более высокой энергией, оно не выгодно. Зная энергию этих состояний, просто минус Жеммутнобор H на проекцию спина, можно стандартными способами статистики при помощи Больсмонского распределения посчитать среднюю намагниченность парамагнетика. Средняя намагниченность, это намагниченность каждого состояния на Больсеновскую экспоненту с весом этого состояния поделить на нормировку суммы двух Больсеновских экспонентов. Там всего два состояния, поэтому ровно две экспоненты. Видно, что в данном случае получается очень простая формула, потому что если G-магнитного бора полам вынести за скобку, поставить перед дробью, то от дроби останется просто гипераллический тангенс от G-магнитного бора h поделить на 2t. Средняя намагниченность атома парамагнетика из невзаимодействующих атомов, это G-магнитного бора пополам на гипераллический тангенс от G-магнитного бора h на 2t, если спин равен 1,2. Такая простая формула получается только если спин равен 1,2. Если магнитное поле мало, либо температура велика, то есть параметр магнитного бора h на t стремится к нулю, то можно гипераллический тангенс разложить линейно в рамках этого условия и получим, что он намагниченность пропорциональна магнитному полю. Коэффициент пропорциональности называется восприимчивостью, и мы можем найти магнитную восприимчивость парамагнетика, которая равна G-магнитного бора квадрата поделить на 4t. Опять парамагнетика из невзаимодействующих спинов со спином 1,2 в расчете на 1 атом. G-квадрат, магнитный бора квадрат поделить на 4t. Вот этот закон называется законом Кюри, и это характерное свойство парамагнетика, которое можно легко проверить в эксперименте, измеряя магнитную восприимчивость такого образца. Следующий вариант неупорядоченного в магнитном смысле вещества диамагнетик. Откуда берется диамагнетизм? У диамагнетизма есть простое классическое, не квантовое объяснение, что электрон, в классическом смысле движущийся по круговой орбите вокруг ядра, является как бы витком для тока, как бы проволочным колечком. При помещении такого колечка во внешнее магнитное поле, в нем возникает индукционный ток, который частично компенсирует поток внешнего поля через контур. Так что в итоге возникает магнитное поле, создаваемое индукционным током, направленное противоположно к внешнему. Возникает индуцированный магнитный момент, направленный против внешнего поля. Парамагнетик подмагничивается вдоль магнитного поля, а здесь речь идет про эффект возникновения магнитного момента против внешнего поля. Эффект очень слабый, он присутствует во всех веществах. Но вот в тех веществах, где есть уже парамагнетизм, заметить диамагнетизм на фоне парамагнетизма оказывается практически невозможно. Поэтому в первую очередь диамагнетизм проявляется там, где парамагнитного эффекта нет, где ионы в кристалле имеют оболочки без полного момента йод, когда действие магнитного поля не приводит к расщеплению по проекции полного момента и, соответственно, возникновению обычного парамагнитного момента в магнитном поле. Рассмотрим то же самое на квантовом языке. Габлетнян электрона в атоме с учетом внешнего магнитного поля. Кинетическая энергия, в которой импульс нужно изменить с учетом вектор потенциала магнитного поля, плюс УАТР — это потенциальная энергия взаимодействия электрона с ядром атома. Раскроем квадрат, который возникает в кинетической энергии. Будет П квадрат обычный, кинетическая энергия без магнитного поля. Возникнут смешанные произведения П на А. Вспоминая, что оператор импульса — это постоянная планка на градиент на мнимую единичку, получим, слагаем вот такого вида, набло А плюс анабло. Они не коммутируют, если вектор потенциала зависит от координаты. А вот постоянная планка, масса электрона, двойка, заряд электрона, скорость света собираются в константу, у которой есть магнитон Бора. Поэтому возникает вот такое слагаемое, в котором есть оператор градиента. Это слагаемое связано с пространственной неоднородностью волновой функции. Оно окажется связано с орбитальным моментом движения электрона. Поэтому эта слагаемое связано с орбитальным магнетизмом, оно нам сейчас неинтересно. А интересно нам последняя слагаемая этой формулы, которая не содержит никакой информации об устройстве волновой функции, никаких операторов градиента там не осталось. Это просто Е квадрат на 2МЦ на А в квадрате. То есть это слагаемое будет присутствовать для всех электронов на любых оболочках, для любого типа волновой функции электрона в магнитном поле возникнет вот такая вот добавка к его гамильтниану. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Если нас интересуют эффекты, связанные только с этой добавкой, нам нужно как-то выбрать вид вектор потенциала. Естественно, мы стремимся сделать все максимально просто, поэтому у нас есть однородное поле направлено вдоль оси Z. И вектор потенциала тогда можно выбрать вот в такой нормировке. X компонента минус YH пополам, Y компонента XH пополам, а Z компонента нет. Можно проверить, что ротор А равно H, как и должно быть. Значит, у нас там А в квадрате, поэтому возникает Y в квадрате, X в квадрате и H в квадрате одинаково входят в оба слагаемых, вынесется за скобку. Так что возникает положительная добавка к энергии с операторами квадрата координаты. Поправка должна быть маленькой, поэтому среднее значение энергии, связанное с таким вот взаимодействием магнитным полем, это просто среднее значение квадратов координат, суммы квадратов координат. Возникает положительная добавка к энергии, в магнитном поле становится невыгодно быть такому атому. Это проигрыш в энергии, это как раз та ситуация, когда магнитный метр возникает против направления магнитного поля. А сам проигрыш в энергии E квадрат H квадрат на 8МС на среднее значение X квадрат плюс Y квадрат. Если у нас сферически симметричное состояние атома, если атом в S состоянии с полуцезаполненными оболочками, чтобы не возникали орбитальные или спиновые эффекты, которые оказываются более сильными, то X квадрат плюс Y квадрат среднее, это выражается через средние квадраты радиуса частицы, потому что X квадрат среднее равно Y квадрат среднее равно Z квадрат среднее. А в сумме эти три величины дадут R квадрат среднее. Получается вот такая положительная добавка, которая соответствует отрицательной восприимчивости. Магнитный момент возникает направленный против внешнего магнитного поля, равный минус E квадрат на 6МС на среднее значение квадрата координаты частицы. Вот это диамагнитная восприимчивость, это формула Ланжевена для диамагнитной восприимчивости. Наконец, магнитно-порядочное состояние. Мы сейчас рассматриваем диэлектрики, в которых магнитный порядок связан с магнитным моментом атомов, ионов, регулярно расположенных в аристаллической решетке. В парамагнитном состоянии, при достаточно высокой температуре, когда взаимодействие между этими атомами можно считать несущественным, магнитные моменты отдельных атомов ориентированы хаотически, никакой регулярной картины нет. При понижении температуры начинает сказываться взаимодействие этих моментов друг с другом, и при достаточно низкой температуре может наступить магнитный порядок, может возникнуть регулярная структура этих магнитных моментов. Какого типа структуры могут возникать? Первая из них, самая простая, это ферромагнетик. Когда все магнитные моменты атомов, обладающих магнитным моментом, то есть все магнитные моменты только этих выбранных магнитных ионов, оказываются равны по величине и параллельны друг к другу. Соответственно, весь кристалл в целом приобретает ненулевой магнитный момент. У нас возникает постоянный магнитик фактически. Это состояние называется ферромагнитным состоянием или ферромагнетиком. Второй вариант. Внутри нашего кристалла есть два атома разных сортов. Либо два атома, находящиеся немножко в разных позициях внутри кристалла. Так что в результате у них есть у каждого свой магнитный момент, и эти магнитные моменты, например, не равны по длине. Вот как на этом рисунке, есть более длинный синий магнитный момент и более короткий красный магнитный момент. Наступает упорядочение, возникает регулярная структура, но есть два типа атомов с магнитным моментами разной длины. Вот такое состояние называют ферромагнетиком. Это тоже состояние, обладающее полным магнитным моментом. Оно похоже на ферромагнитное состояние. Но этот суммарный полный магнитный момент создается разносортными атомами. При этом атомы одного сорта, например, синие или красные, называют подрешеткой такого ферромагнетика. У меня возникают две подрешетки, вложенных одна в другую, каждая из которых создана из одинаковых атомов, одинаково сориентированных. Ферромагнетик, как и ферромагнетик, обладает полным магнитным моментом ненулевым, но в нем присутствует несколько подрешеток. И, наконец, третий тип классификации магнитно-упорядочных структур в диэлектриках – это антиферромагнитное состояние. Когда есть две или более подрешеток атомов, мы рассматриваем простейшие случаи, когда подрешеток всего две, эти подрешетки состоят из атомов, имеющих одинаковый по величине магнитный момент, но в силу особенностей взаимодействия атомов друг с другом, магнитные моменты соседних атомов ориентированы противоположно друг к другу. Поэтому суммарного магнитного момента у такого кристалла нет. Тем не менее, есть регулярная структура, в простейшем случае такое чередование магнитный момент вверх, магнитный момент вниз, магнитный момент вверх, магнитный момент вниз и так далее по кристаллу, который называется антиферромагнетиком, антиферромагнитным порядком. Вот эти картинки наглядные легко рисовать тогда, когда мы говорим про диэлектрик, когда у нас магнитный момент может быть локализован только на атоме и связан с тем, что у этого атома, у этого иона есть ненулевой спин или ненулевой полный момент импульса, с которым связан соответствующий магнитный момент. В принципе, мы знаем, что магнитный порядок может возникать не только с локализованными магнитными моментами. Во многих материалах, всем известное железо, которое может намагничиться, магнитные свойства, по крайней мере частичные, надай полностью, могут быть связаны с делокализованными подвижными электронами. Поэтому возникает вопрос по классификации вот таких состояний магнитоупорядочных и магнитонепорядочных. Можно ли сформулировать какой-то критерий, как отличить магнитоупорядочный кристалл от неупорядочного, не рисуя регулярно расположенные стрелочки на кристаллической решетке? Ответ – можно, потому что в физике разные состояния часто, даже, может, скорее, как правило, отличаются своей симметрией. И вот состояние парамагнитное, когда магнитного порядка нет, и любое из этих трех показанных магнитоупорядочных состояний отличаются одной необычной симметрией. Эта симметрия называется симметрией к обращению времени. Посмотрите, магнитные моменты, которые я нарисовал на этой картинке для наглядности, они создаются либо орбитальным движением электронов в атоме, либо спиновым вращением этих электронов. То есть магнитный момент связан с каким-то вращением заряженной частицы. Если я предположу, что в моей власти изменить направление хода времени, соответственно, все скорости поменяют направление противоположное, все направления вращения сменят свое направление. Если у меня изначально по правилу буравчика магнитный момент был направлен вверх, то после смены направления вращения по тому же правилу буравчика магнитный момент будет направлен вниз. При операции, умственной операции, это мысленный эксперимент, при операции обращения времени все магнитные моменты сменят свое направление. И вот различием магнитоупорядоченного состояния от магнита неупорядоченного, от парамагнитного является как раз то, что парамагнитное состояние не меняется при смене направления времени, а магнит упорядоченное состояние изменяется при смене направления времени. Ну, самое простое, если мы вернемся к картинке простого ферромагнетика, если сменить направление времени, все магнитные моменты поменяют знак, и вместо картинки, на которой все вектора смотрят вверх, я получу другую отличную картинку, все вектора смотрят вниз. Я получу другое состояние кристалла, такое состояние несимметрично к обращению времени. Вот это представление о такой симметрии к обращению времени, оно работает и для диэлектрических магнитопорядочных состояний, и для магнитопорядочных состояний, связанных с делокализованными электронами.